Добрый день, меня зовут Крючков Илья, я возглавляю компанию Митридат. Мы занимаемся правовым консалтингом IT-бизнеса и коммерса. Мы специализируемся в той области, которая связана непосредственно с обеспечением работы предприятий в этой области. Сегодня мы поговорим о монетизации клиентской базы и сегодня мы поговорим о тех случаях, когда монетизация клиентской базы будет успешна в том, при том условии, что эта работа будет проводиться с обращением внимания, с отработкой нюансов, связанных с правовым обеспечением. Я постарался сделать свой доклад таким, чтобы не загружать вас сложными юридическими понятиями, определениями. Мы сегодня поговорим о достаточно простых вещах, о тех, которые необходимы. Я сегодня дам практические советы тому, каким образом избежать проблем при монетизации клиентской базы. Занимаясь с клиентами нашими, я однажды задал себе вопрос, с чем можно сравнить развитие проекта в интернет-торговле. Мне почему-то близко была такая ассоциация. Я его сравнил для себя с неким космическим кораблем, который стартует с родной планеты и двигается в дальние дали, где его ждет достаток, известность, устойчивость, развитие, одним словом, успех. Однако мы все понимаем, что всякое развитие и всякий полет связан с опасностями. Эти опасности в открытом космосе можно опять-таки представить себе в виде каких-то космических астероидных полей и других космических тел, которые могут, если не навредить, то даже погубить всякое хорошее начинание. Сегодня мы совершим с вами экскурсию к одному из таких метеоритных полей, которая связана с персональными данными ваших клиентов. Вы знаете, мы все прекрасно знаем о том, что развитие интернет-торговли привело к тому, что владельцы интернет-бизнеса стали уделять повышенное внимание работе с базой данных по своим клиентам. Это уже не просто тренд, это уже обязательные условия успешного развития всякого бизнеса. И существует масса маркетинговых способов монетизации клиентской базы. Это и сегментация ее, это использование анкетирования, рассылок, работа со спящими клиентами. Но, как я уже говорил, существуют такие способы монетизации базы, которые без юридического обслуживания, без совета юриста в этой ситуации не обойтись. Итак, ваша клиентская база, она состоит из двух видов клиентов. Это корпоративные клиенты и обычные граждане, которых мы обзываем физлицами. И, как правило, в интернет-магазине, и, как правило, практически у всех, львиная доля клиентов – это обыкновенные граждане, физические лица. Я не могу, я сказал, что я постараюсь сделать так, чтобы вас не отягчать всякими сложными определениями, но, тем не менее, что касается баз данных, для отвода, для понимания общего, необходимо такое вот определение, что база данных – это совокупность взаимозависимой информации данных, организованных и структурированных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания хранения и использования независимо от прикладных программ. Речь идет о чем? Есть клиентская база, есть у вас данные по вашим покупателям. Они составлены, предположим, в алфавитном порядке, в разброс и, как угодно, просто представляют собой определенный перечень. В таком виде, в своем, безусловно, клиентская база, извлечь из нее дополнительные выгоды, не обрабатывая ее, крайне сложно, но практически невозможно. Поэтому маркетологи используют, как я уже говорил, всевозможные способы для того, чтобы клиентскую базу таким образом приспособить к нуждам бизнеса, которые позволят совершать и вторые покупки, и третьи покупки, и в конечном итоге, как цель сделать своего покупателя не просто клиентом, а сделать его своим другом, дать ему понимание того, что он единственный, что он ценный, и на этой базе обеспечить себе устойчивость и прибыль в будущем. В связи с этим, не каждая база ваших клиентов может представлять из себя ценность, грубо говоря, продать ее. Клиентская база ваша тогда приобретет в себя что-то, только тогда она сможет стать активом в вашей компании, если ее форматированию будет применен какой-то творческий процесс. Я уже говорил о сегментировании, самым возможным, это постоянное обновление базы. И вот на определенном этапе, когда у вас на руках будет обработанная клиентская база, которая постоянно пополняется, которая модерируется и хранится, она приобретает с собой статус уже нематериального актива. Она становится из простого перечня, она превращается в объект правоинтеллектуальной собственности, тот, который можно и продавать, и покупать, сдавать в аренду и брать в аренду. И сегодня мы поговорим о том, каким образом подготовиться к тому, чтобы взять в аренду чужую клиентскую базу, либо отдать свою. Купить чужую клиентскую базу, либо продать свою. Ну, не секрет, что далеко не каждый бизнес, к сожалению, заканчивается успехом. Часть начинаний предпринимательских, ну, не оправдываю, так сказать, своего надежд, которые возлагались. Тем не менее, есть нечто, что можно продать. Бизнес можно продавать целиком, можно извлекать прибыль из отдельных его частей. И клиентская база является одной из таких частей, которые можно использовать. Когда мы говорим о клиентской базе, сделаем небольшое отступление. Мы говорим о случаях, наверняка каждый из вас слышал о таком, как переманивание клиентов. Ну, слышали, да? Если, может быть, не с вами это происходило, то с вашими коллегами. О чем идет речь? Предположим, у вас в компании работала девушка, назовем ее условно, Татьяна, которая собирала клиентскую базу, она ее холила и лелеяла. Она выходила на контакты с покупателями, она всячески обрабатывала, следила за этой базой. И в конечном итоге пришло время, ее уволили. Она считает, что уволили ее незаконно и моральное право, как она предполагает, совершенно оправдывает. Ситуация, при которой она может клиентскую базу скопировать. Скопировать для того, чтобы использовать в своих интересах, предположим, начав собственный проект, либо, воспользовавшись клиентской базой, с которой она работала, продать ее и, заработав таким образом денег, отомстить своему обидчику, бывшему руководителю. В связи с этим, персональная база данных ваших клиентов, она представляет у собой уже не только объект права интеллектуальной собственности, на который вы имеете права, который вы можете запустить в хозяйственный оборот, извлекать из него прибыль, но также представляет собой объект коммерческой тайны. Поскольку, как вы понимаете, база данных по клиентам, она в свободном обращении не находится и ограничена в доступе. Вот некоторые рекомендации по тому, каким образом охранить свою базу как набор сведений, представляющих для вашего предприятия коммерческую тайну. Значит, первое, это разработка положения, которая будет закреплять перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, условия порядка доступа к ним, использование таких сведений и иные важные аспекты. Второе, это ограничить раскрытие информации, составляющей коммерческую тайну, сделать ее доступной только для тех лиц, которым она необходима в процессе работы. Может быть, вы слышали о том, что в последнее время набирают обороты стремления компаний подписывать со своими работниками договоры и отдельные соглашения о неразглашении коммерческой информации. Значит, был взят положительный опыт Запада. Такого рода договоры имеют аббревиатуру NDA. Так вот, подобного рода договоры внедряются в нашу практику и при подписании трудового договора сотруднику предлагают уже подписать соглашение о неразглашении. Чем оно интересно? Оно интересно тем, что каждый сотрудник имеет свой уровень компетенции и свой уровень доступа к сведениям, представляющим коммерческую тайну. В случае разглашения этих сведений сотрудник предупреждается о том, что к нему могут быть применены всяческие виды ответственности, здесь начиная и от гражданско-правовых до уголовных штрафов и все, что угодно. Таким образом, владелец бизнеса, если среди вас есть такие, у кого есть собственный бизнес, сможет некоторым образом гарантировать себя от того, что сведения из вашей базы станут доступны третьим лицам, не санкционированы без вашего ведома. С другой стороны, сотрудник будет понимать, и он уведомлен, что несмотря на то, что у него могут быть свои соображения о морально-нравственных каких-то аспектах взаимоотношений с руководителем, похищать клиентскую базу, либо отдельные ее части, может обернуться для него совершенно крупными проблемами, несравнимыми с теми, которые он может, предположим, иметь со своим руководством. Третье. Потребуйте от таких лиц, мы говорим о сотрудниках, подписать соглашение, а не разглашение, это то, о чем я вам сейчас говорил. Потом ввести маркировку всех документов и файлов, содержащих информацию, составляющих коммерческую тайну, знаком конфиденциальной или коммерческой тайны. Когда мы говорим о клиентской базе, как правило, клиентские базы находятся у нас в электронной форме. Для того, чтобы сотрудник, который работает с клиентской базой, понимал, с чем он имеет дело, можно использовать определенный бланк, вверху которого просто будет указано, что эта информация является коммерческой тайной. Пятое. Контролирует доступ к информации, составляющей коммерческой тайны, включая физический доступ, ну и доступ к компьютеру. Здесь идет об элементарных правилах осторожности. И речь идет о вопросах, связанных с техническими средствами защиты вашей базы персональных данных и базы ваших клиентов, поскольку существует ответственность, существуют разные виды ответственности за нарушение требований закона о защите и обеспечении защиты сведений, представляющих собой, которые являются собой персональными данными. О них мы говорим, об ответственности мы поговорим в конце, но это очень важный момент. Итак, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может стать основанием для прекращения трудового договора, а также возмещения всевозможного рода убытков. Это понятно и без излишних комментариев, я уже об этом сказал. Итак, что же из себя представляет база персональных данных? Ну, это именованная совокупность персональных данных в электронной форме, а также формы картотек персональных данных. Интересно, что в России, предположим, отошли от понимания картотеки в какой-то бумажной форме. В России, например, базой персональных данных является та, которая составлена в электронной форме. Ну, наш законодатель пошел потому, что независимо от того, то ли вы в компьютере ведете, то ли вы записываете на каких-то карточках сведений о своих клиентах, которые содержат персональные данные, все равно это будет являться базой персональных данных. Здесь сразу следует оговориться, что не всякий набор персональных данных, я имею в виду фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, то есть те сведения, которые могут идентифицировать человека, выделить его из общей массы, будут являться базой персональных данных. Если у вас в блокноте, в личном, перечень телефонов, координат ваших друзей, коллег, это, естественно, базой персональных данных не является, и закон не применим к этому случаю. Также, если мы говорим, предположим, о работе журналиста, у которого, может быть, свои какие-то записи, блокноты, еще что-то, также такие записи не являются базой персональных данных и законом не регулируются. Важный очень момент. Законодательство я немножко упустил. Основным законом, который регулирует взаимоотношения, связанные с получением, обработкой и уничтожением персональных данных, является закон о защите персональных данных. Согласно ему, обработка персональных данных, это важно, тут необходимо понимать под обработкой, понимается вообще все, начиная от сбора и заканчивая уничтожением и передачей. Для нас с вами важными, очень важными моментами будут являться те, которые связаны с получением сведений от ваших покупателей, с их уничтожением и возможной передачей. Поскольку, когда мы говорим о передаче персональных данных, мы понимаем не что иное, как аренду чужой базы клиентской, либо передачу своей клиентской базы в аренду третьим лицам. Я сделал из закона кратенькие тезисные такие вот выжимки и спроецировал их на те документы, которые должны быть обязательно на каждом вашем сайте. Значит, такими основными документами являются пользовательское соглашение, второе это положение, иногда называют политика о конфиденциальности, и третье положение порядки обработки персональных данных. Вот что касается третьего пункта, положение порядки обработки персональных данных, как правило, чтобы его не загромождать работу излишним количеством документов, положение его распределяют между пользовательским соглашением и положением политики о конфиденциальности. Но такое вот переформатирование, оно по сути дела, но ничего плохого в этом нет, сокращается объем документов, но в сути необходимое остается. Итак, обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных в том числе с согласия с субъектом персональных данных. Не допускается обработка данных в физлице без ее согласия, кроме случаев, предусмотренных законом. Обратим внимание, о чем это такая безликая, в общем-то, фраза закона. Она говорит о том, что когда вы в своих формах регистрации на сайте, есть форма, где ваш посетитель, который регистрируется, он заполняет в том числе графы, фамилии, имя, отчество, телефон, другие, может быть, какие-то сведения о себе, обязательно должен. Значит, эта форма должна иметь окошко о том, что человек прочитал и согласен с пользовательским соглашением, а также с вашей политикой конфиденциальности. И дает свое согласие на обработку своих персональных данных. Это является важным моментом. Как правило, это требование используется на всех сайтах, интернет-магазинах, но тем не менее мы о нем не можем обойти. Персональные данные обрабатываются в форме, допускающей идентификацию физического лица. Они дольше, нежели это необходимо для законных целей, в которых они собирались и в дальнейшем обрабатывались. Тоже очень важный момент. Если вы, ну все вы сталкивались наверняка с такой категорией покупателей, как спящий клиент ваш, спящий покупатель. Они составляют эти спящие покупатели, которые сделали одну покупку, потом замолчали, потом как-то еще сделали, может быть, одну покупку, и ведут себя крайне пассивно. Это категория ваших клиентов, с которыми, это объект труда ваших маркетологов, которые используются всевозможные, используя, используя всевозможные маркетинговые приемы, пытаются расшевелить это, так сказать, болото, и сделать так, чтобы эта часть ваших клиентов вновь стала активными покупателями на вашем сайте. Значит, закон говорит о том, что персональные данные обрабатываются, которые не дольше, нежели это необходимо. И здесь возникает вопрос. Человек зарегистрировался на сайте, и он может считать так, что раз зарегистрировавший и перестав в последующем быть клиентом вашего интернет-магазина, он тем самым не дал своего согласия, и закон об этом говорит, что не дольше, нежели это необходимо. Он перестал быть вашим клиентом. Он говорит, я не хочу, чтобы вы в дальнейшем пользовались моими персональными данными, в том числе бомбили меня всевозможными рассылками, письмами, приветствия и так далее, и тому подобное. В связи с этим в ваших пользовательских соглашениях желательно очень учитывать этот нюанс и указывать о том, что срок обработки персональных данных, то есть персональные данные остаются в течение неограниченного времени, и вообще-то ограничиваться могут только заявлением вашего клиента о том, что он требует, чтобы его персональные данные были удалены из вашей клиентской базы. Если такое условие в вашем пользовательском соглашении есть, вы совершенно спокойно, не боясь никакого преследования со стороны, возможно, неудовлетворенного такого спящего клиента, можете направлять ему письма, в том числе и передавать его персональные данные, например, в отдел маркетинга, если это аутсорсинг, либо передавать в аренду клиентскую базу, в которой находятся данные по этому клиенту. Далее, субъект персональных данных имеет право знать о местонахождении своих персональных данных в целях обработки местонахождения или местожительства владельца персональных данных. Уже сегодня во время второго доклада здесь звучала мысль о том, что ваши клиенты для того, чтобы иметь возможность обратиться с каким-то вопросом, с обменом товаров, за консультацией, должны понимать, где вы находитесь. Так вот, требование о размещении на сайте адреса физического местонахождения контактных данных находится, это требование закреплено в законе, в частности, в законе о защите прав потребителей и оно ретранслировано также в закон о защите персональных данных. То есть ваш клиент должен знать, где вы находитесь и где находятся его персональные данные. Второе. Ваш клиент имеет право получать информацию об условиях предоставления допуска к персональным данным, в том числе к информации о третьих лицах, которым передаются его персональные данные. Важный момент, важнейший, принципиальный важный момент. Ваши пользовательские соглашения пересмотрите и обратите внимание вот на такой нюанс. Обычно мы в своей работе используем определенные такие формулы, суть которых следующим. О том, что один раз ставя галочку в регистрационной форме об ознакомлении с условиями пользовательского соглашения и политики конфиденциальности покупатель, ваш клиент, он дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в том числе и передачу ее, без обращения к нему, гражданину, за получением дополнительного разрешения на передачу своих данных кому-либо. Если такое условие в вашем пользовательском соглашении есть, то вы можете быть спокойны, что к вам с претензиями, в связи с тем, что персональные данные вашего клиента были переданы кому-то, таких претензий вы не получите. А если и получите, то вы сможете от них отбиться. Второе. Третье. Предъявлять мотивированные требования об уничтожении своих персональных данных любым владельцами, если эти данные обрабатываются незаконно. Когда мы уже частично затрагивали этот вопрос, когда мы говорим о уничтожении персональных данных. В пользовательском соглашении мы никогда не пишем, хотя закон, безусловно, требует о том, чтобы мы уничтожаем персональные данные, как только получили специальные уведомления об этом со стороны клиента, либо по истечении определенного срока, если клиент не совершает покупки в течение месяца, двух, трех. Мы, безусловно, обходим, пытаемся обойти эту ситуацию и путем, используя всевозможные обтекаемые словосочетания и формулы, мы даем понять в конечном итоге, что для того, чтобы уничтожить персональные данные по какому-либо клиенту, мы должны получить от него письменное четкое уведомление. Если он к нам не обращается за этим, то мы считаем, что он по-прежнему наш клиент, несмотря на то, что он о нас уже давным-давно забыл. Наша база по-прежнему включает его персональные данные, наша база не уменьшается, и мы имеем возможность с ним в дальнейшем работать на законных основаниях. Использование персональных данных владельцам осуществляется при создании условий для защиты этих данных. Это тоже очень важное требование закона. То есть ваша база персональных данных, ваших клиентов, которые находятся у вас в компьютерах, должна быть обложена, так сказать, несколькими рядами защиты. Первое, о котором я сказал, это подписание соглашений о неразглашении, это создание положения о коммерческой тайне, это создание технических условий, невозможности ее копирования. Это уже, так сказать, вопрос более к программистам, не к юристам. Но, тем не менее, закон обязательства такое возлагает на всех вас, возлагает и карает достаточно жестоко за несоблюдение этих требований. Ну, о санкциях мы поговорим чуть попозже. Работники, имеющие доступ к персональным данным связистам, с отчислением своих профессиональных обязанных, обязаны не допускать разглашения каким-либо способом персональных данных. Это то, о чем мы уже говорили, о том, что каждый работник должен быть уведомлен о том, что те материалы, с которыми он работает, они охраняются, они охраняются законом, и на нем лежит ответственность за разглашение этих сведений. Значит, поскольку время мне показывают уже поджимает, я постараюсь ускориться. Значит, здесь мы говорим основание для обработки, то есть для работы с персональными данными, для работы с вашей клиентской базой, это согласие с субъекта на обработку, то, что мы говорили, галочка в регистрационной форме, там же идет разрешение на передачу его сведений третьим лицам. И все это должно производиться в момент отбора персональных данных. Мы говорим о регистрационной форме, говорили. Значит, порядок доступа к персональным данным третьим лицам определяется условиями соглашения. Значит, также это мы говорим о вашем пользовательском соглашении, в котором должны быть положения, связанные с вашим правом работать, обрабатывать персональные данные, в том числе передавать их третьим лицам. И тогда такая передача и обработка будут совершенно законны. Доступ к персональным данным третьим лицам не представляется, если такие третьи лица отказываются принять на себя обязательства, соблюсти требования закона или не способны их обеспечить. Это тоже важный момент, который связан с перспективами взятия, передачи в аренду вашей клиентской базы, либо продажи вашей клиентской базы. Вам необходимо знать, что если вы заключаете подобного рода сделки, то обязательно пригласите юриста, опытного юриста, который поможет вам составить грамотный договор, который обезопасит вас от негативных последствий, в случае, если кто-либо из ваших, так сказать, уже бывших клиентов узнал о том, что его данные переданы кому-то, и решил пожаловаться на то, что, как ему кажется, его данные используются незаконно. Теперь мы поговорим о той ответственности. Это только часть возможной ответственности финансовой, которая возлагается законом на владельцев баз персональных данных. Вот несоблюдение, установленное законодательством, защите персональных данных, порядка защиты. Мы говорим, я напомню, это техническая защита, защита от копирования, это соглашения, подписанные с сотрудниками, это положение коммерческой тайны. Приведшего к незаконному доступу к ним или нарушению прав субъекта персональных данных, влечет за собой наложение штрафа на должностное лицо. Если мы говорим о директоре интернет-магазина, либо на граждан, субъектов предпринимательской деятельности, если это СПД, ФЛ, от 3000 до 1000 необлагаемых минимум доходов граждан, то есть речь говорит о штрафе до 17000 гривен. Я думаю, что вот этот вот метеорит, или, скажем так, иной вот этот камень-снаряд, который запущен в ваш бизнес, он может в конечном итоге потопить все хорошее начинание. Мой доклад был нацелен на то, чтобы дать вам самое примерное, хотя бы общее понимание того, какие опасности могут крыться в таком, знаете, халатном отношении к работе с базами клиентскими. И вы теперь, я надеюсь, понимаете хотя бы общее очертание тех опасностей, которые могут вас ожидать, и сделать все необходимое для того, чтобы эти опасности не были препятствием для вашей работы. Я благодарю вас за внимание. Постарался сделать свой доклад максимально интересным и понятным. Здравствуйте. Можно вопрос. Есть ли название интернет-магазина или офлайн-магазина не меняется, но при этом идет смена названия юрлица? Там был пункт по поводу того, что передача. Считается ли это передача, или как нужно оформить в данном случае? Если мы говорим о смене названия юрлица, то остается тоже юрлицо. Оно лишь меняет свое название. Это как мы говорим, вот у вас была девичья фамилия, вы вышли замуж, взяли фамилию мужа, от этого вы и не поменялись. Вы какая была, такая остались, только в паспорте у вас теперь новая фамилия. Нечто подобное происходит и с юрлицом. Если мы говорим о простой смене названия, то мы не говорим о том, чтобы поменялось само юрлицо. В этом случае перерегистрации базы не требуется. И если в вашем пользовательском соглашении есть указание о том, что вам ваш клиент уже, ваш человек, сведения которого он оставил в персональной базе, дал свое согласие на передачу, в том числе и на всевозможные виды обработки, то вы тем самым можете, не уведомляя его, сообщить о том, что владельцем базы является юрлицо, которое поменяло название и теперь имеет тот же идентификационный код, но уже под новым названием. То есть вы понимаете, если есть ряд оговорок, безусловно, я об этом и говорю, о том, что каждого клиента уведомлять не нужно. Сейчас в наше неспокойное время появляются, они, наверное, всегда были люди, знаете, такие вечные жалобщики. Весь смысл их жизни в том, чтобы судиться, в том, чтобы жаловаться, обращаться в различные органы. Попадая на такого человека, который может зацепиться за что угодно, особенность это пожилой человек, то весь смысл своей жизни, своего существования, он будет видеть в том, чтобы наказать этих несчастных интернет-торговцев или интернет-магазин, преследуя по всем фронтам, начиная, предположим, качество какого-то товара, который он купил, и заканчивая тем, а где вы там взяли, а кому вы там передали, а почему вы вот это вот мое. Для того, чтобы не стать жертвой таких людей, либо не стать жертвой проверок, поскольку у нас есть органы, уполномоченные проверять субъектов хозяйства на предмет того, а как вы храните базы персональных данных, а как вы их защищаете, покажите, каким образом, что на вашем предприятии сделано. Так вот, для того, чтобы не получить штраф, не получить предписание, ну, какие-то негативные последствия, я вам предлагаю обратить внимание на пользовательские соглашения, на политику конфиденциальности и на свой трудовой коллектив, разобравшись, кто с чем работает, кто за что отвечает, и кто знает и уведомлен о той ответственности, которую он несет. Ну, желательно, вы знаете, мы говорим о таких вещах. Когда мы письменно ставим где-то подпись свою и печать, это понятно, это всем нам привычно, письменный документ. Когда мы говорим об электронной форме, то лучше ставить эту галочку, так называемую, потому что она будет являться, так сказать, стартом к тому, что, и даже неправильно я сказал, это может являться неким разрешительным документом для законности нахождения персональных данных в вашей базе. Раз я галочку поставил, значит, я совсем согласен. И я свои персональные данные отдал вам на хранение, обработку, в том числе и на передачу. Я думаю, что с галочкой будет лучше всего. Если вы нажимаете на точку «оформить заказ», я даю разрешение на продажу. Ну, может и так, может и так. Тут уже неважно. Главное, чтобы было уведомление для того, чтобы ваша форма содержала, и в случае, если будут какие-то к вам вопросы, претензии, требования, то вы всегда сможете провести проверяющего по, так сказать, всем ступеням покупателя, который он проходит с момента регистрации до оформления, даже до получения товара. И там будет видно, что одна из ступеней, представляя собой, предоставление согласия на обработку персональных данных, на осведомление, ознакомление, о всем-всем-всем-всем. Меня зовут Сергей. Вопрос такой. Собственно, галочка, по-моему, не несет никакой юридической силы. А вот оферта, или же договор публичной оферты, это все-таки юридический документ. Может быть, лучше использовать его для таких целей? В данном случае все средства хороши. Когда одна галочка и больше ничего за этой галочкой нет, то есть, например, я захожу на сайт интернет-магазина, я исследую все страницы и вижу, что пользовательского соглашения нет, политики конфиденциальности нет, ничего нет, однако существует галочка о том, что он с чем-то там ознакомлен. Безусловно, одна она сама по себе ни о чем не говорит и никаких последствий юридических не несет. Если на вашем сайте существует и пользовательское соглашение, и политика конфиденциальности, и галочка, и некоторые используют даже отдельную формочку, такую окошко, где покупатель дает свое однозначно беззаперечное сгоду на обробку персональных данных, о том числе передачу ей третьим особам, все это в комплексе будет более-менее надежной защитой ваших от каких-то нападок возможных в будущем. Дело в том, что законодательство о персональных данных это некая инновация в нашем законодательстве. Мы говорим о пути, который идет Украина к имплементации нашего, вернее, европейского законодательства с украинским законодательством, о вливании, так сказать, Европу в мировой тренд. И в связи с этим, каких-то, понимаете, на сегодняшний день сложившиеся судебные практики, предположим, которые бы говорило уже о каких-то нюансах, нет еще. Мы говорим о том, что вот у нас до недавнего времени действовала старая редакция закона, так вот по тому закону, который до 2014 года действовал, до 1 января, то проверки уже проводились. Они проводились, кстати, на крупных металлургических предприятиях Юго-Востока Украины. Я не помню уже название, но там персональные базы работников, ну, там вот о работниках речь шла, они составляли тысячи человек. И их проверяли. Это были комплексные проверки, целенаправленные. Я думаю, что развиваясь во всех отраслях, и народное хозяйство, и законодательство, и все, мы в конечном итоге придем к тому, что, безусловно, рано или поздно будут, конечно, появляться какие-то жалобы, но в том числе, но одновременно и культура предпринимательская будет повышаться. И если мы будем готовы к этому, если хотя бы самые элементарные мероприятия мы проведем в своем интернет-магазине, в своем бизнесе, то мы, ну, на маленький шаг. Мы приблизимся к тому, скажем так, к идеалу общества предпринимательского, о котором мы все мечтаем, о котором мы говорим. И мы сделаем невозможным, уменьшим максимально возможность каких-то конфликтных ситуаций в этой области. Хорошо, давайте, минутку, продолжите со спикером, у нас все равно сейчас перерыв, просто уже подсказывают всех, кто желает. Большое вам спасибо, я рад, что вы выдержали все мужественно, и я желаю вам всяческих успехов. Продолжение следует...